Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Нина Приходько и вот главные темы в кратком изложении. В Донской столице ищут надежду Европы. Ростовчане претендуют на получение национальной премии в области культуры и искусства. Если у нас в финал пройдет 100 человек и они будут действительно достойны, то они поедут в Сочи и мы будем с радостью болеть за них. Четвероногий покупатель стал объектом внимания в одном из торговых центров. Цирковая пума прогулялась по магазинам. Одна из шести пум, она действительно настолько коммуникабельна и настолько, как вы видите, радушна к людям, что ее можно пустить вот в такое, не опасаясь ни за кого. Снегопад снова спровоцировал в Донской столице дорожные происшествия. Утром, когда многие жители спешили на работу, авария из четырех машин произошла на пересечении Симашко и Юкучева. Об этом пишет Ростов Лайф. На месте ДТП быстро образовалась пробка, которую Яндекс оценил в 10 баллов. По предварительной версии, причиной столкновения стал скользкий асфальт и мокрый снег. Машины получили незначительные повреждения, жертв нет. Тем временем в администрации города собрали оперативный штаб. Его участники отвечают за уборку снега и обработку магистралей реагентами. Как сообщают в городской управе, коммунальщикам удалось договориться с субподрядными организациями, которые помогут в этой работе. Добавлю, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится до вечера вторника. Таким образом, выпасть может до 10 сантиметров осадков. Несмотря на перемирие и минские договоренности, в Ростов продолжают пребывать украинские беженцы. Пункт временного размещения переселенцев снова открыли в бывшем общежитии ЮФУ. Корпус университета готов принять около 100 человек. Сейчас там остановились уже около 50 граждан из соседнего государства. Все они надеются на лучшее и мечтают вернуться в мирную страну. Продолжит тему Виктория Щетинина. Тут у нас спит младший сын, ему 5 лет. Тут у нас спит старший сын, ему 8 лет. Ну, мы внизу. Лилия и Олег Волковы проводят мини-экскурсию по временному пристанищу. Свой дом в Донецкой области пришлось оставить из-за постоянных обстрелов. Теперь душа болит за родителей. Они до сих пор там. Вместе с ними пережидали опасность в подвалах, но терпеть не было сил. За детей стало страшно. Дети сами вот так вот постоянно колотятся. Папка, мамка, давайте увидим, потому что, говорит, мы боимся. Ждали улучшения ситуации все эти месяцы и в семье Лизирович. Когда поняли, что стороны конфликта не договорятся, решили бежать из Горловки. В одночасье собрали четверых детей и уехали. Терпели уже до последнего. Думали, ну, может договорятся, может это скоро закончится, может быть что-то изменится. Но с нами столько хуже, хуже, хуже. Терпеть уже было дальше некуда. У этих семей в России нет ни друзей, ни родственников. Ростов как перевалочный пункт для переселенцев. Через несколько дней они отправятся в другие регионы. Ожидают поезд в новую жизнь на вокзале и здесь, в бывшем общежитии Южного федерального университета на проспекте Ленина. Мы исходим из того, что время пребывания здесь должно быть недолго. И чтобы здесь помещение, чтобы здесь это общежитие использовалось для тех людей, которые или по состоянию здоровья не могут находиться на вокзале, или которым надо ожидать поезд. Сначала я сама обрала, я скрасила ее платье. В некогда студенческом жилье могут разместиться до 100 человек. Сейчас здесь обитают около 50 граждан Украины. Каждый день эта цифра меняется, как и состав гостей. Всем беженцам предоставлены жилые комнаты для двух-трех местного расселения. По жилой комнате на семью. Комнаты оснащены холодильниками, есть на этаже кухонные помещения. Все соответствующие удобства. Душевые комнаты, предоставляются стиральные машинки, необходимые сервисы. Для вынужденных переселенцев организована возможность телефона, интернет-связи с домом. К моменту драматических событий в соседнем государстве в общежитии ЮФУ уже не проживали студенты, подчеркивают представители университета. Здание на реконструкции его сделает учебно-лекционным корпусом. Пока не начались ремонтные работы, здесь будет пункт временного пребывания беженцев. Виктория Щедейна, Илья Литвинов, Южный регион.Инфо Самой обсуждаемой темой по-прежнему остается мировой политический кризис и его влияние на экономику страны. О том, что изменилось, поговорим прямо сейчас. К нам присоединяется наш финансовый эксперт Артем Хачтрян. Здравствуйте, Артем. Как отреагировала фондовая биржа на минские переговоры? Здравствуйте. Непосредственно, когда велись эти переговоры Нормандской четверкой, прямо с утра биржа реагировала очень хорошо, цены на акции начали расти, рубль стал укрепляться. Но потом, когда стали поступать новости касаемые того, что возможно не будет общей договоренности положительной, тут же настроение изменилось и цены на акции стали снижаться, доллар стал укрепляться. Но на сегодняшний момент есть определенные уже договоренности, состоят они из 13 пунктов. И я бы хотел сказать, что сейчас финансовые рынки положительно относятся к первой части этих договоренностей, но очень осторожно ко второй. Что это означает? Дело в том, что, как известно, в первой части говорится о том, что с 15 февраля должны прекратить все боевые действия, отвезти войска, создать определенную демилитаризованную зону. Но дело в том, что мы знаем, что происходит сейчас под Дебальцево, там создан котел, и насчет этого вопроса нет договоренности. И вот Владимир Путин и Порошенко договорились о том, чтобы создать специальных военных экспертов, которые могли бы найти какое-то решение. Но сейчас пока этого решения нет. Ополченцы говорят о том, что или пускай сдают оружие и покидают, но киевские власти, скорее всего, могут и не принять такое решение, потому что это будет говорить о том, что они там проиграли. Но мы должны говорить, как это влияет на финансовые рынки. Так вот, в ближайшие полторы недели, где-то две недели, можно говорить о том, что будет все нормально, рост цен на акции мы будем видеть, мы будем видеть и укрепление рубля, скорее всего. Но когда дойдут до выполнения второй части, то есть вот именно вопрос очень острый, связанный с Дебальцевским котлом, как это будет решаться. Всем, кто участвует на финансовых рынках, необходимо следить за новостями в плане того, как это будет решаться. И когда будет хоть какое-то решение, если оно будет положительное, а мы надеемся на положительное решение, то, естественно, наши финансовые, российские финансовые рынки, да и зарубежные финансовые рынки отреагируют положительно. То есть, если говорить о рубле относительно доллара, мы считаем, что рубль будет укрепляться тогда, цены на акции начнут расти, тем более они уже начали это делать, и тогда можно будет формировать какое-то уже экономическое видение, более прогностическое, позволяющее сформировать какие-то портфели или сделать вложения. То есть, не стоит ожидать в ближайшее время скачка доллара? Да. Вот именно потому, что первая часть Минских соглашений, они, в принципе, выполнимы и, скорее всего, будут выполнены. Но по времени это займет как раз-таки неделю-две. Потому что после 15 февраля, там, по-моему, если я не ошибаюсь, дается около 15 дней для того, чтобы отвести все тяжелое вооружение. Все это время, скорее всего, мы увидим спокойное течение валютных курсов, мы с вами увидим хороший рост цен на акции российских компаний, но вот потом мы готовы к тому, что могут произойти резкие колебания. То есть, если будет положительное решение по второй части этих договоренностей, тогда, значит, замечательно, скорее всего, доллар будет у нас снижаться. Если нет, то доллар будет расти. Сейчас валютный курс доллар-рубль зажат в коридоре 71,62 рубля. И мы это можем увидеть непосредственно на графиках. И, скорее всего, вот такое плавное движение будет наблюдаться. Может быть, конечно, пробитие даже 62 рублей за 1 доллар и снижение ниже доллара против рубля. Но, по крайней мере, мы считаем, что в ближайшие две недели все должно быть в рамках спокойных, волатильных движений на рынке. Артем, ну и какие рекомендации можно дать инвесторам на предстоящую неделю? Вы знаете, на сегодняшний день наши акции, акции российских компаний начинают демонстрировать положительную динамику. За последнюю неделю индекс ММВБ вырос почти на 4%. И есть ряд компаний, которые действительно растут и приносят прибыль тем, кто успевает купить эти акции и потом продать. К примеру, акцию «Уралкали». Не так давно мы давали рекомендацию купить акцию «Уралкали» в районе 150 рублей. Акции выросли до 180, но там произошли технические проблемы, была залита шахта и акции резко упали. При этом наши инвесторы успели вовремя выйти. Затем повторилась ситуация, и «Уралкали» стал снова расти. Мы опять дали рекомендацию нашим клиентам покупать акции от уровня 145 рублей. На 175 рублях пришла новость о том, что опять что-то происходит с шахтами, опять происходит залитие. Мы не стали рисковать. Мы предложили нашим инвесторам продать акции, зафиксировать прибыль около 20%. Сейчас начинается рост в акциях «Сбербанка», начинается рост в акциях «Газпрома». Если посмотреть на график акций «Сбербанка», вы увидите, что там где-то 2,5 месяца идет боковик, и сейчас цены прорвали отметки 67-68 рублей за акцию. Это говорит о том, что, скорее всего, и дальше, если, конечно, не будет негативных финансовых каких-то новостей или политических, то акции «Сбербанка» могут продолжить рост. И мы рекомендуем на ближайшее время присмотреться к «Газпрому», к «Сбербанку» и к рост-сетям. Спасибо, Артем. Я напоминаю, с нами был наш финансовый эксперт Артем Хачтрян. Дата радости и скорби. В Ростове отметили 72-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Донская столица входит в десятку наиболее пострадавших от войны городов России. Память павших защитников почтили более тысячи ростовчан. За семь месяцев в оккупации погибли более 40 тысяч ростовчан. Еще 53 тысячи отправились на принудительные работы. В ночь с 13 на 14 февраля 1943 года советские войска смогли прорвать оборуду противника и зайти в город через замерзший дон. Это стало одной из значительных побед Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Ростовчане поборются за статус самых талантливых жителей страны. В Донской столице прошел отборочный тур национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». Заявки на участие подали около 600 музыкантов, танцоров и художников. Удалось ли им покорить столичное жюри, узнала Анна Глебова. Последние минуты перед выходом на сцену самые волнительные. Участники собирают волю в кулак и оттачивают самые сложные па, чтобы члены жюри непременно сказали «Да». Отборочный тур национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» собрал самых смелых и талантливых музыкантов, художников, танцоров. Возраст участников от 7 лет до 21 года. Студенты переживают не меньше первоклашек. На самом деле переживаю. Я. Я не знаю, как девочки. Очень переживаем, чтобы все было синхронно. Стать будущим России и «Надежда Европы» изъявили желание более 600 участников. Они подготовили не только постановочные номера, но и выставки работ декоративно-прикладного искусства. Однако для такого города, как Ростов, это непростительно мало, говорят организаторы конкурса. У нас около 50 человек – это вокалисты, где-то около 20 коллективов. Ну вот, по декоративно-прикладному очень мало работ. У нас в городах, где мы проводим отборочные, 130 вокалистов – это норма. Это немного. Подобные отборочные туры пройдут в Перми, Нижнем Новгороде, Липецке и еще десятки крупных городов России. Все участники будут бороться за попадание в финал национальной премии «Надежда Европы». Если человек достоин этого, то он едет. Мы не ставим никаких ограничений. То есть, если у нас в финал пройдет 100 человек, и они будут действительно достойны, то они поедут в Сочи, мы будем с радостью болеть за них. Финал национальной премии состоится в Сочи. Кто достойен называться «Надеждой Европы» станет известно в середине ноября. Анна Глебова, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Звезда шансона Екатерина Голицына поздравила ростовчан с Днем всех влюбленных. Неоднократный лауреат музыкальных премий. Она приехала в наш город с новой концертной программой. Перед выступлением певица посетила студию радиостанции «Шансон Ростов». Для зрителей Краснодара и Ростова и городов Ростовской области я привезла подарок непростой, а золотой. Это золотая гитара России Дмитрий Христов. Сейчас он уже так более или менее освоился, потому что публика потрясающе теплая, принимает великолепно. Добавлю, Катерина Голицына приезжает в Ростов второй год подряд и не исключает, что в ее репертуаре может появиться музыкальная композиция о Донской столице. В один из ростовских торгово-развлекательных центров заглянул четвероногий покупатель «Цирковая пума» по кличке Ник. Столичная звезда в составе целой группы прибыла в Донскую столицу на гастроли. Однако она не отказалась продемонстрировать свои таланты в нерабочее время и с радостью позировала для фотокамер. Дрессировщик сказал, что одна из шести пум, она действительно настолько коммуникабельна и настолько, как вы видите, радушна к людям, что ее можно пустить вот в такое, не опасаясь ни за кого. Прогулка прошла под присмотром двух дрессировщиков и шести охранников. На следующий день Ника ждала арена Ростовского государственного цирка. Это все, что мы успели вам рассказать. Заходите на наш портал rostovlife.ru. Делитесь фото и видеоматериалами с места событий. Лучшее покажем в эфире. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова